В этом видео мы поговорим о действенных техниках для привлечения в свою жизнь тех отношений, которые вы желаете. Итак, вы должны убедиться, что ваши мысли и слова направлены на то, чего вы хотите, а не на то, чего вы опасаетесь. В этом разница между тем, кто борется по жизни, и тем, у кого сказочная жизнь, кому всё легко даётся. Те, у кого прекрасная жизнь, фокусируются на том, чего хотят, и испытывают приятные чувства от этого. Люди, которые борются, удерживают свой фокус внимания на том, чего они не хотят, и пребывают в постоянном страхе и тревоге за своё будущее. Одна из самых эффективных техник – уже знакомая вам визуализация. Созданные в уме образы желаемого заставляют вас чувствовать, что у вас уже есть то, что вы хотите. Когда вы что-то визуализируете, вы излучаете эту мощную частоту во Вселенную. Закон притяжения уловит этот сигнал и вернёт вам эти картинки в вашу реальную жизнь. Чтобы визуализировать отношения, просто закройте глаза и представьте, что у вас уже есть такие отношения, которые вы хотите. Когда вы представляете это, вы постепенно формируете свою новую реальность. Ваше подсознание и закон притяжения не знают, воображаете ли вы что-то или это реально. Помимо этого, вы должны и сами в них поверить. В этом единстве души и разума ситуации начнут складываться так, чтобы внешний мир пришёл в соответствие с вашим внутренним. Когда вы используете визуализацию, представьте себе каждую сцену и ситуацию в ваших отношениях, которые вы только можете придумать, и почувствуйте, что они у вас уже сейчас есть. Почувствуйте любовь и благодарность за это. Делайте это до тех пор, пока не будете точно знать, что ваши отношения принадлежат вам. Точно так же, как вы знаете, что ваше имя принадлежит вам. Помните, что нельзя достичь хороших результатов, если несколько минут визуализировать, а потом открыть глаза и провалиться в негатив, сплетни, жалобы и так далее. Нужно стремиться излучать как можно больше позитивных мыслей и чувств. Чем больше у вас жизнелюбия, тем больше вы находитесь на частоте приёма, и тем быстрее вы получите всё, что заставит вас чувствовать себя ещё лучше. Ещё один способ для привлечения отношений мечты – использовать доску визуализации. Вы можете дать волю своему воображению с помощью доски желаний, размещая там изображение всего, что вы хотите видеть в своей жизни. Когда вы смотрите на доску желаний, вы фиксируете желаемые образы в своём уме. Они входят в зону вашего комфорта, разум начинает принимать их как часть вашей жизни. Когда вы фокусируетесь на доске желаний, она стимулирует ваши чувства и пробуждает вас позитивные мысли. В такие моменты у вас есть два главных элемента творения – душа и разум, работающие в полную силу. Ещё одна техника, чтобы получить желаемые отношения – это создать игры в своём воображении. В какой-то момент мы перестали играть и веселиться, как в детстве. В итоге, став взрослыми, мы стали слишком серьёзно относиться к жизни. Когда вы играете и развлекаетесь, вы чувствуете себя по-настоящему хорошо, а в вашу жизнь приходят действительно хорошие события. Жизнь должна быть весёлой. Играйте с законом притяжения и придумывайте игры в своём воображении. Всё, что вы представляете и чувствуете, станет реальностью. Когда вы были ребёнком, играя, вы помните, насколько убедительно было для вас ваше воображение. Что ж, это то, что вы должны сделать и сейчас. Втайне, внутри себя поиграйте, будто у вас уже есть то, что вы хотите. Например, если вы хотите завести крепкую дружбу, притворитесь, что у вас уже есть замечательные друзья. В какой-то момент реальность будет вынуждена подстраиваться под ваши образы, и вы обнаружите, что у вас действительно появляются отличные друзья. Эта простая формула применима ко всему. На канале уже есть подробное видео с объяснениями, почему техника «имитируй, пока это не станет правдой» работает. Ссылку я оставлю в описании. Если вы желаете романтических отношений, сделайте вид, что они у вас уже есть. Если бы вы только что встретили любовь всей своей жизни, как бы вы себя чувствовали? Вы бы чувствовали себя иначе, чем сейчас. Многое бы в вас изменилось. Вы бы ходили иначе, говорили по-другому. И вели бы себя так, как будто вы на вершине мира. Ходите так сейчас. Говорите так сейчас. Действуйте так, как будто у вас все это уже есть сейчас. Следующий инструмент привлечения в вашу жизнь желаемого – благодарность. Исследования показывают, что люди, которые практиковывают благодарность, имеют более тесные отношения с семьей, друзьями и с обществом в целом. Те, кто практикуют благодарность, более оптимистичны и позитивны в отношении своей нынешней жизни, а также своего будущего. Если вы станете немного использовать благодарность, ваши отношения и ваша жизнь немного изменятся. Если вы станете использовать благодарность каждый день, ваши отношения и ваша жизнь будут меняться так, как вы даже представить себе не можете. Благодарите ли вы человека или чувствуете благодарность за подарок, закат, новое знакомство? По закону притяжения вы получите в ответ больше радости, больше подарков, больше удивительных впечатлений и многое другое. Попробуйте это сейчас. Подумайте о ком-то, кому вы благодарны. Вы можете выбрать человека, которого вы любите больше всего на свете. Или вы можете выбрать упражнение посложнее и представить кого-то, с кем у вас возникли трудности. Сфокусируйтесь на этом человеке и подумайте обо всем, за что вы благодарны ему. Затем мысленный ли вслух расскажите ему обо всем, за что вы его любите и благодарны. Вы можете вспомнить определенные случаи или моменты, когда вы делаете это. Почувствуйте, как благодарность начинает наполнять ваше сердце и тело. Любовь и благодарность, которые вы чувствуете в этом простом упражнении, должны вернуться к вам в отношениях и во всей вашей жизни. Есть три способа использовать силу благодарности в своей жизни. Во-первых, быть благодарным за то, что вы получили в прошлом. Во-вторых, быть благодарным за все, что вы получаете или имеете сейчас. И третий способ использовать силу благодарности – быть благодарным за то, что вы хотите, как будто вы уже это получили. Когда вы благодарны за прошлые отношения или события, признательность, которую вы чувствуете, улучшает ваши отношения и привлекает новые, за которые вы будете благодарны. Когда вы благодарны за нынешние отношения, даже если они сейчас не идеальны, отношения станут лучше. А когда вы благодарны за отношения, которые вы хотите в будущем, и благодарите так, как будто они уже стали частью вашей жизни, тогда они материализуются в реальности. Благодарность за ваши отношения, прошлые, настоящие и будущие, привлекают в вашу жизнь больше любви и счастья, чем вы могли бы себя представить. Когда вы благодарны за то, что хотите, как если бы вы это уже получили, закону притяжения ничего не остается, как предоставить вам объект вашей благодарности. По возможности будьте благодарны за все в своей жизни и не принимайте ничего и никого как должное. Будьте благодарны за своих близких, своих друзей, своего ребенка, своего питомца, за вашу способность любить и быть любимым. Делайте комплименты людям. Будьте солнечным лучиком для всех, кого вы встречаете. И сделайте их день лучше за то, что они вас увидели. В следующем видео мы продолжим эту тему и обсудим несколько важных условий, без которых невозможно привлечь в свою жизнь отношения мечты. Сложив и применив всю эту информацию, вы начнете не просто желать что-то далекое и туманное, а целенаправленно получать от жизни то, что вы хотите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!